Сегодня у нас на семинаре Павел Сеичин из университета Регенсбурга расскажет про банвейбер эквавариантные мотивы Гретендика как игрушечный пример феномена неориентируемости. Во-первых, спасибо за приглашение. Это то, что буду рассказывать, я в общем-то нигде еще не рассказывал. Я написал в веб-сакте, что не будет никаких приложений к тому, что я рассказываю, потому что их пока не обнаружено. Поэтому пришло отнестись, так сказать, но не с пониманием, а с некоторой эволюции скептицизмом. Кому-то я рассказываю, это может быть достаточно не нулевое количество неточностей, которые я буду объяснять. Вот. Ну и я сразу вот предупрежу, и Миша тут отметил, что звучит страшно. На самом деле то, что я буду рассказывать, это некоторая конструкция, конструкция некоторой категории. Ее можно было сделать 15-20 лет назад. В общем, никаких сложных вещей для конструкции знать не нужно. Современных. Вот. Но мне кажется, что она интересна. Я попробую объяснить, почему мне кажется, что эта конструкция интересна. Я начну с самых простых вещей. Потачиваю тут, может быть, не знаю, 10-20 минут на повторение того, что скорее всего все знают, но чтобы зафиксировать некоторую базу. Потому что мы будем говорить в основном вот про категории соответствия и соответствующие категории мотивов, которые я тоже объяснил, что имеется в виду. Ну, для простоты давайте будем считать, что у нас характеристика ноль в свое время, и все теории когомологии, которые будут возникать, они все будут свободны. То есть мы взяли универсальную теорию когомологии алгебрячих кабардизма, поменяли в ней коэффициенты, потому что кольцо коэффициентов, алгебрячих кабардизм под кольцо Лазара, поменять коэффициенты то же самое, что задать морфизм из кольца Лазара в некоторое кольцо. И мы потом будем постоянно использовать, что это то же самое, что задать формальный групповой закон на кольце Лазара. И сразу тоже скажу, что все теории когомологии все будет сохранять градуировку силой. Вот, да, это вот такой фунтер теории когомологии. Нас будут в основном интересовать кладкие проективные многообразия, но в принципе, конечно, хорошо это все определено на гладких квазипроективных многообразиях. У этого фунтера, который сопоставляет многообразию, комплектативное градуированное кольцо есть, пулбеки относительно любых морфизмов и пушворворды относительно проективных морфизмов, которые меняют градуировку. Ну и самые известные примеры, с которыми почти все работают, это группы Джоу. Я не буду напоминать определения, я надеюсь, это не нужно. Но они получаются из кабардизмов замены коэффициента, где взяли градуированное кольцо Лазара, оно на самом деле имеет только неположительные компоненты в градуировке. Если мы все отрицательные компоненты убьем, то останется просто кольцо Z. И вот такой канонический морфизм из кольца Лазара к кольцу Z, он задает эту замену коэффициента из кабардизмов группы Джоу. И другой классический пример это категория. У нас все должно быть градуировано, поэтому мы здесь опишем так называемый элемент бота. И здесь отображение из кольца Лазара в кольцо коэффициентов этой категории. Если его не алгебраически задавать в термоформального права закона, если его задавать, используя кабардизмы, понимая, что кольцо Лазара идентифицировано с кольцом кабардизма в точке, то есть кольцом гладких проективных многообразий, по моду грунтовых отношений к квадратности, свободное облегчение гладких проективных многообразий по моду отношений к квадратности, то к многообразию x мы можем поставить вот такой вот элемент в этом кольце, посчитав просто его размерность или его характеристику структурного пушка. окей мы не то что будем использовать эти формулы но так чтобы понимать как получается классической теории алгебраические кабардизма это самая такая большая в каком-то смысле самая полная ориентированная теория когмологии и ну все изначально знали что можно с любой ориентированной теории когмологии изначально имею там самая первая работа манина что с любой теории когмологии ориентированно можно связать некоторые категории соответствий или мотивов вот и хотелось бы понять вот мы левин с морелем построили замечательную теорию когмологии какая польза от этого для мотивов собственно давайте я напомню как строится категория мотивов кратенько вот у нас есть ориентированная теория когмологии сначала давайте определим категорию соответствий объекты в ней это галки и проективная многообразия аморфизма из многообразия x выкрик я определяю как вот такую абелевую группу то есть предполагая дальнейший вопрос функтор из категории гладких проектинах на базе категории соответствия у нас будет коври то есть это как бы гомологический мотив вот конечно самая важная часть это как компонировать соответствие и рецепт достаточно несложный но я его записал и вот рецепт конечно композиции соответствия там будет очень важно потому что мы будем какие-то вычисления надо делать если у нас есть соответствия из x выиграет то есть это элемент альфа из вот этой группы элемент это из группы которые я не написал почему-то тут стоит игрек произведения z то их композиция это будет соответствует из x а в z получается так что мы сначала берем пулбэк этих элементов на тройное произведение x и y z перемножаем их там то есть как бы пересекаем и потом берем пулбэк в произведение x а на z несложно посчитать что мы попадаем в правильную коразмерность вот но я сказал уже что это что есть функтор из уголки проективных многообразий он естественно x у сопоставляет x морфизма он сопоставляет класс графика этого морфизма у нас есть здесь здесь можно написать x вместо гамма gf x отображается в x крест y так что тоже действенно по x и f по y и это замкнутые вложения то есть проективный морфизм относительно его есть пуш ворота можем взять пуш ворота единицы и мы называем это классом графика и соответственно этот элемент и является образом элемента f относительно этого фунта конечно надо брать какие-то свойства этих соответствий что это композиция ассоциативно что в частности тождеств что вот это функтор в частности что тождественный морфизм из x а в x он сопоставляет здесь получаем класс тождества морфизма мы то есть мы получаем здесь класс диагонали потому что это график тождества морфизма но с другой стороны мы конечно должны проверить что это единица относительно композиции соответствий ну я думаю что всех хотя бы раз в жизни это и делали поэтому допоминать такие детали не будут почему собственно так определяется категория соответствий зачем вообще она определяется ну один из ответов такой что можно думать про вот эти соответствия как некоторые ну универсальное преобразование из когмологии y в когмологии x обычно это устроено так что у нас есть некоторые фунтер теории когмологии на категории гладких пакетных многообразий и мы хотим пропустить этот фунтер через категорию соответствий но на самом деле мы собственно строим категорию соответствий чтобы через нее пропустить этот фунтер и фунтер просто пропускается так что мы берем на гаврозе x берем значение теории когмологии и соответственно хотим сопоставить некоторый морфизм вот групп как гомологии язык рик в x вот это в общем такая была основная идея игрота дико как мне кажется по поводу конструкции соответствия мотивов и понятно как здесь устроены действия надеюсь данный пример в данном примере у нас теория ошибка гомологии это просто исходная исходная свободная теория и соответствии альфа действует так что мы сначала берем здесь элемент на эти реки поднимаем его на произведение так то звездочка уехала вниз сверху поднимаем этот элемент на произведение x и y умножаем на наше соответствие и спускаем на x вот конечно обычная теория когмологии они принимают значение в аберев категориях или по крайней мере и дым патент пола категориях и дым патент сам в категориях поэтому естественная вещь которую здесь можно сделать это замкнуть нашу категорию соответствия относительно дым патент это достаточно формальная вещь я напомню как она делается просто в качестве но в качестве объекта берем старый объект и какой-то дым патент кольца эндоморфизмов этого объекта аморфизма между объектами определяем спойцировав морфизма между исходными объектами с помощью этих дым патентов окей еще одна вещь которую нужно сделать чтобы получить категорию мотивов это оплатить объекты и я не сказал но конечно у категории соответствия есть мы наидальная структура в которой произведение двух объектов соответствующих многобазиям x и y это многобазия это объекты соответствующие их произведению как гладких проективных многообразий и конечно функторы реализации обычно они наидальны более того они обычно переводят некоторые объекта в обратимый объектом в одномерное векторное пространство условно говоря и поэтому естественному достаточно можно обратить этот объект нашей категории соответственный с дым патент что такое объекты и то давайте я напомню что у меня есть определение здесь объект это любой теории когмологии сразу это в каком-то месте может быть важно хотя и незаметно вот нас есть проективная прямая и на ней конечно же есть точка из нее есть проекция в точку поэтому мотив проективной прямой в нем содержится и дым патент соответствующий мотиву точки и вот остаток как бы то что то что мы если мы отщепим мотив точки канонически от мотива прямой остаток давайте называть мотивом тейта за этот единиц окей да вот как я уже сказал на мы обращаем мы обращаем этот мотив тейта в нашей категории к счастью обнажение на него это как это по-русски строго полный функтор поэтому обратить его формальная вещь везде просто в объектах можем дописать то насколько мы этот объект обратили или домножим мотив тейта и соответственно соответствующим образом подправить морфизма в категории что приводит к сдвигу градировки в группе когмологии стоящей вот здесь и вот получившаяся категория называется категория р мотивов может быть иногда чистых поэтому я пишу пм хотя может быть это не совсем по крайне название мотивов грата дико соответствующих ну давайте сегодня это будет пм мотивы грата дико лучше совсем неудачно часто мотивы грата дико часто называют численные ну вот мне кажется что и чистые мотивы тоже должны были бы называться должны имеется ввиду численные поэтому не совсем понятно как называть такие мотивы в которых мы ничего не убили в нашей свободной теории когмологии ну в общем вопрос хорошего названия стоит если кто-то знает как правильно это назвать то скажите по-прежнему нас есть фунтам чистую все правильно понимают другие мнения есть участников видимо нет ладно хорошо ну вот у меня тоже здесь обозначены чистые пмм поэтому наверно неплохо значит у нас по-прежнему есть функтор мотива мы берем в лаке противной мегабазе можем поставить его мотив над этом его не подкручиваем как я сказал уже главный самый диагональ википедия называет это чистыми мотивами ну википедия такая вещь вот я среди гена как говорю если у тебя нет никаких предпочтений это почему бы не идти вместе с википедией окей разумно еще можно даже посмотреть к нам писал эту статью можно еще с вами если уж тогда сошлось ладно давайте далее считать что это чистые мотивы спасибо за что зашли википедии я почему-то не зашел вот какие есть примеры разложение чистых мотивов они вот самые стандартные такие выбираем проективное пространство и она раскладывается на n плюс размерности n она раскладывается на n плюс 1 мотив которые мы здесь обозначаем вот так потому что они являются степенями мотивами давайте я напомню как то действует как это устанавливает джоу значит кольцо кольцо соответствия из пн в пн относительно джоу имеет вот такой вот вид где я не выписываю множение диагональ имеет вид просто сумма вот этих вот элемент что наверно не сложно как-то посчитать геометрически и каждый из этих элементов для теории джоу является проектором и причем проектором и соответствующий мотив дэйт еще один пример это расщепимая квадрика размерности д немножко отличается случаи когда д четное нечетное собственно в этих обоих случаях у нас все выглядит как обычные теории когмологии какие-нибудь там сингулярные и здесь у нас если д нечетное то мы получаем снова сумму мотивов 3 то если д четное то там к серединке добавляется еще один мотив вот ну и замечание такое которые еще будут говорить что если что в частности у нас есть два разных гладких проективных многообразия причем достаточно простых у которых мотивы изоморфны а сами они не заморки вот но не то чтобы это кого-то сильно напрягает но в принципе это мне кажется можно задаться вопросом нельзя ли как-то утончить уточнить мотиву чтобы такого не хотя бы для этих двух наглядать еще пару примеров о том что теорика мотивы относительно разных теорикогмологии ведут себя по-разному если мы возьмем квадрику с стариальным стариальной алгебре клиффорд и дискриминатом не есть то мотив относительно к теории этого этой квадрики он всегда будет разлагаться точно так же как здесь сумма ты это мотив чоу этой же квадрики может быть неразложимым вообще может быть совсем нибудь проект в принципе мотивы одного и того же многообразия относительно разных теорий когмологии могут вести себя очень по-разному однако я если помните начал дискуссию с того что у нас есть универсальная теория когмологии когмологии когмардизма давно это было и вот что же она нам дает относительно категории теории мотив вот есть такая немножко печальная на первый взгляд теорема вишка и ты перед тем как я сформулировать замечу что если у вас есть мархизм теории когмологии то есть уважающий глубокий пушор у вас автоматически есть фунтер из этих теорий между этим теорией когмологии который тофтологически как бы действует на соответствиях относительно этого мархизма теории вот теорема вишка и гита говорит что вот у нас есть канонический фунтер из категории мотивов кабардизма в категории мотивов joe и он очень очень хороший фунтер у него как бы неопатентное ядро соответственно можно поднимать и домопатенты и соответственно классы из мархизма неприводимых объектов относительно кабардизма мотивов совершенно точно такие же как так как для joe то есть частности вот этот мотив joe в квадрике q если он неразложим относительно joe то он очевидно неразложим относительно кабардизмов и наоборот если вот мы разложили здесь здесь понятно как складывать все равно если мы разложили здесь мотив противного пространства относительно joe то мы можем поднять это до мотива комбардизма вот ну то есть как бы у нас тут самая крутая теория когмологии которые у нас есть это комбардизма а вот категория мотивов у нас тут ну другая но с точки зрения разложением мотивов она та же самая разложение мотивов этой композиции возможно самая важная часть теории мотивов то из-за чего мы и строили и строили все эти категории чем такой немножко грустный факт для меня тем не менее я хочу сразу сделать замечание что несмотря на то что мы вот я сказал что мы можем поднять например разложение мотива коллективное пространство сумму тейтов это разложение в отличие от разложения мотива joe будет совершенно не единственное и это связано с тем что в мотивах в комбардизм мотивах между такими двумя мотивами тейтами бывают кучи совершенно огромная куча маршизмов если j меньше чем и потому что бывают отрицательные группы в кольце коэффициентов и это означает на самом деле что что в общем когда мы говорим про мотив тейта в категории комбардизм мотивов следует уточнять как именно мы его построили потому что их там очень много рата которые между собой заморозят они все таки отличаются то есть отличается отличается возможно достаточно сильно хотя и заморозят что мы теперь будем делать это я сказал о печалях и о том как в своем теории соответствий теперь давайте что мы будем дальше делать я объясню как по маршизму формально групповых законов строится фунтер между категориями мотивов чистых соответствующих и мы рассматриваем диаграмму всех этих категорий и потом мы будем изучать в общем-то предел это диаграмма и предел это диаграмма будет называться сначала категория на вариантных мотивов потом я уточню понятие предела и он будет называться категория варианты мотивов мы будем говорить про них и там окажется что вот как бы забегая вперед и как забегая немножко вперед в этих категориях такого не будет что мотив противного пространства будет замор автоматику квадрики и вообще они будут практически неразложимы и полученной категории конечно будет сильно отличаться открыть к выру целого числа окей давайте займемся этим сначала конструкция опять же совершенно стандартная но возможно не не все не все как-то про нее думали что если у вас есть мультипликативная операция между теориями когмологии то можно построить функтор между теориями чистых мотивов давайте сначала напомню что что такое морфизм групповых законов групповой закон фа он живет над кольцом а у нас все градуировано и все морфизмы будут градуированы и морфизм таких двух формальных законов это пара морфизм и формального ряда над b который начинается с нулевого члена и такого что верно вот такое равенство что если мы сложили относительно наверное логично по-другому здесь писать но раз уж я так написал тут есть некоторая путница где где писать гамма где гамма минус 1 давайте раз уж я написал так то здесь будет гамма но возможно более разумное определение здесь где написать гамма в минус 1 то есть как бы поменять местами айпа вот и панин со смирновым доказали что если у вас этот ряд гамма он обратим относительно композиции то есть он начинается обратим по коэффициентом при иксе то тогда можно построить соответствующую мультипликтивную операцию с этой свободной теории в эту свободную теорию в общем может быть они не совсем это доказали но примерно это окей более того они наказали конечно тиреум ремороха который говорит о том как вот эта операция физ чертой здесь тоже физ чертой это должно быть как она взаимодействует с пуш ворвардами если у вас есть пунктивный морфизм то эта операция на пуш ворварде элемента то же самое что пуш ворвард от операции на лимите умноженное на класс тода касательно расслабления x минус pullback касательно расслабления и крик относительно касательно расслабления иногда используя форму проекции вот этот класс тода и пишутся в левую часть что такое класс тода класс тода это некоторый элемент вычисляем вычисли вычисляем с помощью вот этого ряда гамма который участвует в определении операции в плене морфизмом формально копровых законов сначала мы определяем то да как просто ряд где мы должны поделить на гамма прошу прощения у меня у меня личный экран никак не сдвигается это так и должно быть или это какая-то ошибка не у меня все в порядке вроде а то есть надо выйти снова эти данные да это точно ошибка но к сожалению я ничего не учил вот тут это гамма так определяется если у нас мы хотим поставить линейное расслоение это надо место него поставить первый класс чем на это влияние расстояние вот в этот ряд если у нас какой-то элемент виртуальная вектор на расстоянии то есть элемент группы к 0 то нужно воспользоваться ну то есть для того чтобы определить это значение нужно воспользоваться принципом расщепления и свести все к случаю линейных слейн вот такая формула и поскольку у нас есть формула которая говорит нам о том как вот эта мультипликативная операция взаимодействует с пушвордами том несложно я сейчас про как написать фунтер между соответствующими категориями чистых мотивов естественно он не должен выглядеть так что мы взяли здесь соответствие между самым игреком и применили просто к ним операцию попали в соответствии здесь это не будет фунта то что нужно сделать это нужно сделать следующим взять здесь элемент альфа примите к нему операцию на коментарного умножить на класс тода касательно расстояние x и класс тода касательно расстояние y здесь нужно взять степени и надо чтобы степени их в сумме давали единицу что вот эта штука определена и конечно у должно быть каким-то там не знаю разумным числом рациональным наверное причем таким что вот такой ряд определен в конце коэффициентов b ну то есть если b это например у алгебра то можно взять любое число но и для любого совершенно b можно взять 0 единица и получится настоящий такой фунт я не стал кажется да проверять что это действительно фунтов но это в общем такое важнее на тереморе на руха которые я писал выше окей то есть тут как бы выборов ноги как такой фунтера сделать но нас будет интересовать только выбор у равна 0 последующей причине что у нас есть все таки фунтер из категории галки объективных многобазий и в одну категорию другую и может быть разумно потребует чтобы эта диаграмма была коммутативной то есть чтобы этот фунтер сохранял графики морфизмов очень простая формула вот и давайте я буду называть это фунтерами типа римана руха между категорией мотивов и более того тоже нужно там еще дополнительно что-то проверить но я надеюсь более менее понятно что это совсем простая проверка что мы получаем фунтер из категории морфизмов я вообще не из категории формально губовых законов в категорию категорий здесь написано айсу потому что мы потребовали с самого начала чтобы построить эту мультипликативную операцию и дальше все остальное делать чтобы этот ряд начинался с некоторого батьевого коэффициента и давайте я буду соответствующую категорию называть как бы изоморфизма формально губовых законов хотя нужно понимать что это никакой не группой и что там очень много хирург которые не изоморфизма в этой категории он не понял почему они не изоморфизма ну потому что отважение на кольцах она может быть любым там изоморфизм между пулбэком формальной группы отсюда вот как я сказал мы будем считать переделы этого фунта перед этим я напомню для того чтобы обсуждать это поделы я напомню что такое операция лан-эберновико именно тотальная операция лан-эберновико это в каком-то смысле универсальная мультипликативная операция некоторый конкретный смысл будет ниже я сказал что у нас операции соответствует морфизма формально группового закона в данном случае у нас здесь формальный групповой закон соответствующий универсальному формально 10 фамирунтеорием соответствует формальному групповому закону кольцо мазара универсален здесь мы в эту теорию просто формально добавили переменные b0, b0, b1 и так далее, при этом pullback'и, push-forward'ы, они линейны относительно этих переменных, совершенно формальное добавление этих переменных, они ни на что не влияют в теории как много. И соответствующий формальный групповой закон, это мы опять же взяли тот же самый формальный групповой закон, как бы, но он у нас таким большим кольцом, где lb, это l с добавленными b0, b0-1, b1, b2 и так далее. Ряд гаммы здесь это такой универсальный ряд b0, b1 и так далее, и он однозначно определяет морфизм t из кольца лазара кольцу lb, который совершенно нетривиальный, и определяется такой формулой, он определяет морфизм, он определяет t, эта формула однозначно определяет t, потому что коэффициенты универсального формального группового закона, это элементы кольца лазара, и мы их можем посылать в любые коэффициенты другого формального группового закона по определению кольца лазара. Окей, значит, в чем универсальность? В частности, универсальность в том, что вот в этой категории, FGL ISO, есть инициальная диаграмма, состоящая из двух объектов, вот этого и вот этого. Одну стрелку я описал только что, а другая стрелка, это каноническая, это тривиальная стрелка, соответствующая морфизму теории отсюда-сюда, как бы в положении таком. То есть S здесь, это каноническое положение кольца лазара сюда, а X это ряд, который X. Вот, я не буду доказывать эту лему, хотя это совершенно несложно, ну то есть понятно, что это несложно, какое-то утверждение про универсальность этой операции, но что-то мне не сказали, что это очень интересно. К сожалению, если даже кто-то считает, что это интересно, у меня сейчас средства это вам написать нет. Я понимаю, что слово инициально, оно имеет только один смысл, но можешь ты еще рассказать простыми словами, что это значит? Давай я просто скажу следствие. Да, да, можно следствие. Да. И следствие, и наверное, это можно считать за пределением инициальности, что предел по этой инициальной диаграмме он будет такой же, как по всей теории. Поэтому, чтобы посчитать пределы вот этого фунтера, на всем обшире Айса, я уже тут не пишу Айс, от Лени, нужно посчитать просто пределы диаграммы, какой из двух категорий, двух фунтеров, которые я здесь обозначил в 1F. Простите, пожалуйста, что еще? А какое пределы там бессмысленно считать? Это кабардизм получается, да? Или подальше к теории? Почему кабардизма? Нет, я не знаю, что получается. И у тебя, например, из категории К-мотивов нет марфизма, категории кабардизма. Хорошо. Да, я не знаю, что будет в ко пределе. Но в ко пределе, фу, нет, но вообще хотелось бы наоборот что-то, что-то типа Джоу получить. Как бы самую маленькую пятикорию. Но может быть, это неправильное внимание. Ну, в общем, наверное, я не знаю. А почему хочется считать пределы, а не к пределам? Ну, не знаю, потому что, как бы, с той стороны диаграмма этих категорий, и там, как бы, классически понятно, что надо делать. Надо брать численную эквивалентность и получать категорию численных мотивов. Это то, что, как бы, на другом краю этой большой диаграммы стоит. На мой взгляд, а вот что стоит на другом краю, мне кажется, непонятно. Ну, возможно, если просто, я честно, я сейчас к ко пределам вообще категории достаточно сложно считать, насколько я помню. Почему там на другом краю не ноль? Ну, есть же фунтеры или нет фунтеров? Ой, давайте... Я совсем почему-то не думал по этому вопросу. Сейчас, почему не ноль? А, вот я сейчас. Почему не ноль? Вообще, наверное, сложно что-то поставить, когда там должны быть и кулинейные, например, категории, и fp-линейные. Правильно? У нас же есть технологии с fp-коэффициентами и с q-коэффициентами. Ну, да, это вопрос. Если ноль, конечно, разрешен, я вот этого не очень понимаю, как бы, по определению ноль на кольцов. Нет, нет, мы же считаем там пределку пределов в категории, категории, там, все, что хочешь, разрешено. Прошу прощения, у меня два глупых вопроса. Во-первых, в этом заварфизме, что у нас в правой части, я не понимаю. Во-вторых, мы что, там, реально какие-то пределы собрались считать, что мы все это пишем? Да. Ответ на второй вопрос. Да, мы сейчас будем считать пределы. И в этом, собственно, и цель доклада. В смысле, все, что я буду рассказывать. А первый вопрос. Вот здесь что стоит непонятно, да? Да, да, да. Ну, вот у нас была большая диаграмма, у нас был функт РПМ из FGL, да, здесь я, да, вот функт РПМ, который в формальном групповом закону сопоставляет соответствующую категорию чистых мотивов относительно свободной теории, связанной с этим формальным групповым законом. А здесь стоит то, что связано с кабардизмами, и то, что связано с кабардизмами, в которых мы добавили формальные переменные B0, B0-1, B1, B2 и так далее. И здесь между этими двумя категориями есть два функтера. Возможно, первым лучше считать вот этот, а вторым вот этот, я не знаю, это не так важно. Один функтер приходит из морфизма, просто теории когмологии, отсюда-сюда, а второй приходит из тотальной операции в англеберномику, отсюда-сюда. Стало ли понятнее? Спасибо. Нет, неравенство явно есть. Я еще тогда пару вопросов задам. Понятно ли, что этот предел порождается, если это какая-то категория, она ведь, наверное, порождается, наверное, туда есть функторы из гладких проективных многообразий, и, наверное, она порождается этим в каком-то смысле. Да, да, если и демпатенты добавили. Ну, и демпатенты добавили, да. Да, да, да. А морально, значит, смысл, это такая категория, которая порождается этим гладким проективным многообразием, и так, что... Ну, я хочу какое-то утверждение про разложение, что ты сказал. То есть, что там раскладывается, только если оно раскладывается вообще везде-везде, и как точно согласовывается. Нет, про разложение я такого утверждения, наверное, не знаю. А, нет, подожди, знаю, да, про разложение знаю, да, значит... Да-да. Ну, как бы... Давай, может, подождем пару минут, посмотрим, что будет. Должно стать понятным. То есть, насколько я понимаю, оно раскладывается, как бы, если везде, и одинаково. То есть, еще вот эти изоморфизмы между мотивами Тейта портят это разложение. Да-да-да. Если есть какое-то каноническое разложение, которое не зависит ни от какого выбора, там, подцикла или чего-нибудь такого. Ну, это как бы очень метафизическое, ты сказал. От чего там ничего не зависит. Ну, как бы, простой сделать такой, что, значит, проектор выживет в пределе, если он относительно двух вот этих фунтеров одинаковый, принимает одинаковое значение. Это просто конкретный ответ на вопрос. Дальше, откуда такие берутся? Ну, как минимум, такие берутся из морфизма многообразия. То есть, например, мотив точки всегда будет отщепляться от многообразия с точкой. Потому что, как ты сказал, у нас есть фунтер из категории галки поэкспрессивных многообразий по-прежнему. Вот. Такого полного ответа, какие именно проекторы остаются как бы инвариантными, в каких-то простых термах я не знаю. То есть, понятно, как это вычислять, но такого конкретного ответа я, к сожалению, не знаю. Но мы будем обсуждать, собственно, сейчас этот предел, и морфизм в нем считать, и этим будем всем заниматься. И может быть появится больше вопросов, на которые я не знаю ответ. Вот. Но вообще этот предел я бы хотел называть предкатекурией ландвиперного реантов мотивов, потому что у меня нет двойственности. Давайте мы подождемся с этим. Значит, что такое объект в этом пределе, действительно? Это мотив, кабардизм мотив такой, что проектор этого кабардизма мотива, он инвариантен относительно вот этих двух фунтеров. Ну, в смысле, что его оба одинаковы. Что же такое, например, морфизма двух мотивов гладких проективных многообразий в этой категории? То есть, с одной стороны, это должны быть морфизмы мотивов кабардинов, которые, опять же, как бы инвариантно относительно этих двух фунтеров. Сейчас, подожди секунду. Там, наверное, ты сказал мне, что тут два предела, да? Нет, здесь я имею в виду один предел. То есть, они буквально физически должны быть равны, а не изоморфные. Сейчас, о чем ты говоришь? Это f1 и f2 и f5. Они физически должны быть равны, а не изоморфные. Ну да, то есть, f1 от x и f2 от x это одно и то же, по-прежнему, x. И там есть между мотивами, соответственно, одним и тем же мотивом здесь, есть два проектора, один и другой, и они должны быть равны. Они отличаются на какой-то автоморфизм мотива. Ну, про это мы поговорим потом. Давайте я сейчас буду делать вид, что я не понимаю вообще, почему вы хотите добавить автоморфизма. Такие вариантные мотивы потом появятся, и в них, естественно, будет. Тут будет два предела, и все будет немножко сложнее. Ну, пока давайте... Обычный предел был написан. Здесь сейчас один обычный предел, да. Давайте я делал вид, что пока я не понимаю, о чем. Ну, явно можно написать, в каком-то смысле явно можно написать морфизмом между массивами двух многообразий в этой категории. Это такие элементы альфа в этой группе. Так что операция ламберновика на этот альфа действует вот в точности вот таким вот образом. Ну, в точности так же, как на графиках функций, например. Вот, собственно, можно взять вот эту категорию в соответствии, как бы, за эксавыгрика, и потом ее депутатно пополнить и обратить мотив в тейта. Во всякий случай. И получится то, что наша категория при ламберном варианте мотива. Да, уже, как раз-два сказали, что есть фунтер из галки по активным мегабазей сюда. И более того, эта категория модоидальна, что, в общем, несложно. Но, в общем, такое забавное замечание, что вот в этой категории у мотива многообразия нету двойственности. Вообще, я напомню, что в категориях чистых мотивов двойственность, она такая достаточно тавтологическая. Это не совсем то, что я пишу, не совсем как бы определение двойственности, но, в общем, такой частичный взгляд на него, наверное. То есть, если мы хотим посмотреть на марфизмы из мотива ксавыгрек, то мы можем как бы поменять их местами, если мы здесь подкрутим все на какую-то степень мотива data. И это, в общем, тавтологически как бы одно и то же, и двойственность она такая относительно тавтологическая в этой категории. Но несложно проверить, что вот такая формула не будет работать в нашей категории вариантов мотивов. И что вот эта штука не будет двойственным объектом к мотиву икса. И это связано с тем, что когда мы определили вот эти хомо, и когда мы посчитали этот предел, и определили вот эти хомо из m от x в m от y с помощью вот такой формулы, то тут как бы нету симметрии больше x и y. Если раньше мы как бы тут были все элементы такие, и x и y как бы участвовали изданково, то теперь у нас вот в этой формуле участвует класс ТОДа именно многообразие y, а не x. И, в общем, нарушение такой симметрии приводит к тому, что так просто уже не получается. И для того, чтобы добавить двойственные, я хочу... То есть, конечно, наверное, можно как-то формально все это сделать, но... Где это я? Ну, я хочу сделать чуть меньше формально. Давайте... А у тебя есть объект уже, да, m от y минус единица? Ну, в смысле, обратный в 3 у тебя есть какой-то? Да-да-да. Если ты его умножаешь на мотив в 3, то в сравнную очередь, он совсем действительно обратный, да, у тебя там все... Ну, это по определению. То есть, у мотива проективной прямой есть двойственные? Потому что там все функторы были моноидальные, да. Да-да-да. Да, то есть, у мотива проективной прямой, конечно, есть двойственные, потому что мы его добавили как бы везде. Ну, и типа, если у тебя касательно расслоения от региальной, то тоже есть двойственные, наверное, да? Да. Ты прав, да. Ну, сейчас я объясню, как установить двойственные с помощью касательного расслоения, это не очень сложно. Давайте, чтобы расширить эту категорию, мы сначала расширим все категории соответствующих чистых мотивов, но мы расширим их, как бы, с точностью, все останутся эквивалентными категориями. Просто в качестве объектов мы начнем не с многовазии, гладкой проективной, а из пара, гладкой проективной на говазии, какое-то виртуальное расслоение на нем. И в соответствии мы будем учитывать ранг этих виртуальных векторных расслоений. То есть это, в общем-то, этот элемент, соответствующий объект, это будет как бы некоторая подкрутка на theta, соответствующая рангу этого векторного расслоения. Поэтому, естественно, категория получится эквивалентной. Но то, что я хочу сделать, естественно, не сами категории поменять, а поменять немножко функторы между ними, которые у нас участвуют. Это что-то типа просто мотива пространства дома этого расслоения? Ну, я думаю, что, да, наверное, правильно так думать. Ну, там, кстати, бывает иногда какая-то тонкость, что надо букву неправильно понимать. Как объект? Ну, букву В, извиняюсь. В смысле, это класс или точка? А, нет, у нас это класс. У нас тут все очень треверно. В смысле, с этим иногда бывают какие-то проблемы? Да, да, я понимаю, но тут все... То есть из-за того, что ты автоморфизм не контролируешь, могут какие-то канонические штуки развалиться? Но может и не развалиться у тебя. Нет, тут, к сожалению, может быть частью, но так достаточно все просто и тегально, таких тонкостей не должно быть. Сейчас, а вот эти V и W, они где-то еще в определении композиции используются, да? Нет. Они пока нигде не используются. Мы категории взяли те же самые, эквивалентные категории. Я просто хочу поменять сейчас функтеры между ними. Я еще не успел это сделать. Когда мы поменяем функтеры между ними, то изменится предел. Ну, слушай, они здесь не используются никак, потому что у тебя мораль такая примерно должна быть, что это действительно мотив какого-то пространства дома, этого векторного расслоения. Но поскольку у тебя все теория ориентирована, все теория ориентирована, поэтому у тебя есть канонический заморфиз пространства дома, этого расслоения, и как бы мотивы X самого. И он канонический совсем. Все ни от чего не зависит. Но только ты начинаешь, конечно, использовать эти отображения, типа Римма Нароха, то там эти два канонические, они друг к другу, наверное, не переходят. Я думаю, что это сейчас. Да, я думаю, что именно все так и есть. Более того, я некоторые объяснения, потому что сейчас форму, которую я напишу, я дам, но, правда, не строчки из рекламативной террогоматопии, а с точки зрения производной геометрии, к примеру, то же самое. В данном случае. Я сказал, что я хочу переопределить функторы Римма Нароха, и я переопределяю их очень простым способом. Я теперь учитываю вот эти векторы на расстоянии V и W в функторах Римма Нароха. У нас был старый функтор, но здесь мы еще дописываем класс Тода одного расслоения и класс Тода другого, одного со знаком минус, другого со знаком плюс. Я надеюсь, что я здесь сейчас правильно написал, как это нужно сделать. И тут я, конечно, как и раньше, опускаю то, что у нас там, вот это на самом деле в слое не на Y, а это все живет на X и Y, поэтому тут надо везде написать еще полбеки относительной проекции. Здесь с Y, здесь с Y, здесь с X, но я это все напишу, и надеюсь, что это понятно. Значит, мы переопределили функторы, давайте кратенько объясню, почему так. Примерно то же самое, что Леша говорил, только слов пространство Тома не будет, а вместо этого будет как бы такое производное пространство Тома, которое не называется пространством Тома. У нас есть положение X в... Да, я прошу прощения, это как бы ремарка сейчас будет про производную геометрию, если вы не знаете ничего по ней, то может быть совсем что-нибудь будет понятно, я не знаю. Я знаю очень мало, но мне мои маленькие знания помогли такое определение написать. У нас есть по-прежнему X и V, мы можем X вложить в V относительно нулевого сечения, и потом посчитать расслойный квадрат в категории производных схем. Здесь будет стоять на самом деле схема X, но на ней будет некоторая новая производная структура стоять. И для производных схем тоже можно определить теорию когмологии типа кабардизмов. И теория когмологии типа кабардизмов определяется для производной схемы очень тупо. Мы берем... Для хорошей производной схемы. Мы берем производную схему, ее как бы обрезание классическое, и говорим, что вот эта теория гомологии кабардизмов такая же, как у обрезания. В частности, вот здесь, как я уже сказал, если обычный пуб, я посчитаю здесь просто X стоит. И поэтому PushWarp относительно вот этого морфизма, он задает из морфизма кабардизма. Да? Не послышалось. Но отличие состоит в том, что здесь у этого морфизма у него есть как бы нормальное расслоение, такое же, как нормальное расслоение здесь. То есть именно B. И поэтому, если вы хотите от теории гомологии кабардизма перейти к кабардизмам и считать... то есть PushWarp, он не коммутирует с мультипликативными всякими операциями, там нужно писать ременную руху, и в этом ременную руху возникнет как раз класс ТОДа нормального расслоения, который в данном случае B. То есть, грубо говоря, вот эта пара XV, наверное, можно считать ее как класс приводной схемы, мотив приводной схемы, вот, находящийся из этой диаграммы. Ну, или вот Теша сказал, что можно, наверное, через... думать о тебе классы ТОМа, классы расслоений ТОМа. Правильно? Наверное. Ну, это, в общем-то, такая была ремарка о том, как можно такую формулу написать, но когда мы ее написали, можно снова написать тавтологическое равенство между вот такими холмами и такими холмами, и несложно из этого ввести, что двойственным к M от X будет вот такой мотив. Ну, и как Леша заметил, например, если касательно расстояния три реального, то здесь будет реальное электронное расслоение, и несложно поверить там из всех определений, что поскольку класс 100 до нигде не будет привляться, то это будет снова просто подкрутка мотива X на Tate по-прежнему. Окей. И когда мы теперь посчитали лимит, посчитали предел вот такой чуть большей диаграммы, то там появились двойственные объекты, и давайте вот эту категорию мы будем называть категорией инвариантных, ландвиверных вариантов мотивов. Такая моноидальная категория с двойственностью и с строгим фунтером в категории кубаризмотивов. Я начал с того, что категория мотивов в соответствии строится из идеи того, что у нас есть какие-то фунтеры реализации, и мы говорили, что у нас есть тривиальные фунтеры реализации, не тривиальные, а от автологии, как бы, из самой простой фунтеры реализации на категории р-мотивов, в которой есть р-когомология. Что же за фунтеры реализации у нас будет на нашей новой категории? Ну, на нашей новой категории мы сможем учитывать значение операционного Перновикова на теории когомологии. А именно, у нас есть фунтеры реализации, которые бьют уже не в L-модули, от к-модули надо было таким алгеброидом Копфу, который еще иногда называют квасикокеретными пучками на стеке формальных Копфу. Это мы просто иксу можем сопоставить кабардизм икса с действием операции Лангвебер-Нобикова. И это будет фунтером. Это, в общем, несложно проверить, что это фунтер, потому что если мы возьмем альфа в соответствии из икса в икс, оно сдает, естественно, вот такой вот морфизм, нам нужно проверить, что он коммутирует с операцией Лангвебер-Нобикова. Давайте мы можем посчитать операцию Лангвебер-Нобикова от вот этого действия альфа на элементе используем Римна-Роха, там вылезет с одной стороны вылезет поскольку эта проекция из икса на икс вылезет класс Лангвебер-Нобикова касательно расслоения, с другой стороны мы знаем, как операция Лангвебер-Нобикова действует на наши инвариантные соответствия альфа, а именно там как раз добавляется Лангвебер-Нобикова минус первой т от икс, но сократится и получится то, что она то есть другой взгляд смотреть на вот эту категорию инвариантных мотивов состоит в том, что мы повыкидывали те морфизмы, которые те соответствия, которые не задают морфизм комодули здесь, которые не коммутируют с операциями со всеми. И вот этот фунт реализации конечно удобен для того, чтобы объяснить, что некоторые мотивы не разложены. например. Хотя можно это сделать и без него, но это технически наверное вычислить на более сложно. Если мы возьмем мотив проективного областанства, то утверждается, что теперь вот эти в этих феори вероятных мотивов у нас отщепился мотив точки. Я уже сказал, что мотив точки всегда отщепляется из фунтериальности, если точка есть, а то, что осталось, будет неразложим. Ну, почему так? Потому что кабардизма кроссийного пространства они стоят вот таким вот образом. и здесь действие операционной виброномики на ЗЭТ имеет вот такой вот вид, поэтому несложно убедиться, что вот этот модуль он в нем нету проекторов. Поэтому в этом мотиве тоже нет проектора. Для мотива квадрики естественно тоже есть мотив точки и потом есть неразложим мотив по тем же самым причинам надо посмотреть на реализацию соответствующую. И боль даже может понять, что эти реализации они разные для этих двух пространств, поэтому соответствующие мотивы не будут заморханы. Вот. Эндоморфизм у точки это лосарфисура, да? Нет, эндоморфизм у точки это ЗЭТ. Вообще эта категория, сейчас где-то это скажу, на следующей станет с рациональным коэффициентом меня просто категория мотива жива. То есть там маленькие-маленькие игру по морфизму. В каком-то смысле. Такая теорема в привычках, потому что доказательство ее точно еще не записано, но так, в один глазок вроде верно, что можно рассмотреть категорию как бы мотивов Тейта, в этой категории вариантов мотивов. И здесь под мотивом Тейта я имею мотивы, которые после реализации типа Джоу становятся Тейтами. Потому что у нас там как бы есть один мотив Тейт, входящий с пакетной прямой, но можно там придумать всякие другие мотивы, которые... Там можно, например, мотив прямой подкрутить на какое-то виртуальное расслоение ранга ноль. Получится как бы другой мотив Тейта. В общем, там их достаточно много. Вот если рассмотреть... Да, мы даже не обязательно одномерно, если мы разрешим всякие мотивы поективных пространств, всяких клеточных мемобазий, тоже будем называть их как бы Тейтем. Если мы рассмотрим это подкатегорию, то тогда функтор реализации к модулю, он должен быть строго полным. То есть Тейляклеточных многообразий и все, что происходит, это то, что мы запоминаем вот это действие операционного Эберновика на кабардизму и учитываем его, когда мы считаем морфизмом между соответствующими мотивами. Ну, конечно, для метаитов функтор реализации он может быть строго полным. По-прежнему, категория сама по себе значительно сложнее, чем категория каких-то, чем какая-то оберевая категория. Еще несколько свойств полезных в этой категории. у нас есть строгий фунтер категория комбардизма, отсюда есть проекция матема джоу, и вот этот фунтер, он категория. я уже сказал, значит, с рациональными коэффициентами и вообще все, конечно, все, что я дальше буду говорить с рациональными коэффициентами, оно все не очень интересно, ничего особо не происходит. С рациональными коэффициентами вот это сложно, как бы сложно устроенная категория, которую вычисляли, она ничем от мотива джоу не отличается. с рациональными коэффициентами. Ну, естественно, если мы здесь ограничимся мотивами тейта, то здесь тоже будет строгий фунтер мотива джоу, там морфизм, это свободная группа, конечно, рангой с рациональной, это изморфизм, поэтому там ничего не может изнулиться. Но он не будет, конечно же, полным морфизмом здесь по-прежнему даже мотивами тейта, как мы видим на примере, в проективных пространствах меньше, чем мотивы джоу. Но если вдруг вас напугало соответственно то, что с азнанами коэффициентами тут реальны, с другой стороны у нас какой-то страшный фунт реализации в коммоделе, то есть вот такая коммутативная диаграмма, если мы возьмем эти коммодули и тензорим их на Q, то на самом деле получается категория грандуированных Q-векторных пространств с точностью эквивалентности имеется коммутативная диаграмма. То есть там есть ганоническая эквивалентность между этими категориями связанной с тем, что у любого формального закона назад у алгебры есть алгоритм и она дает здесь вот такую картинку. в общем, это все, что я хотел сказать про инвариантные мотивы. Давайте перейдем к вероятным, если про эту пока никаких вопросов нет. У меня есть абстрактный вопрос. Ты не думал, можно ли ее в SH запихнуть? Да, я не думал, но это наверное правильный вопрос. Ну, как бы, во-первых, наверное, лучше не ее запихивать, а всю эквивалентную категорию, которая сейчас появится. прям запихнуть в SH, я не знаю. Вообще, связанный частично с этим вопросом, наверное, стоит в том, а нельзя ли как-то геометрически описать морфизм в этой категории? Потому что вот это определение, оно, конечно, очень конкретное или вычисление явное. Вот это очень явное вычисление, и мы знаем, что здесь живут все графики функций из X в Y. Ну, у меня такой вопрос, я нечто перебиваю. Ты же можешь тут, сейчас, вот, ты сейчас считал предел вдоль этих двух стрелок, да, между гвардизмами и гвардизмами. Ты, наверное, можешь все то же самое сказать, что у тебя есть спектр MGL, есть спектр MGL с еще какими-то буковками, и посчитать, какой слой, ну, не слой, не слой, предел, между этими двумя отображениями спектра. Может быть, известно, какой спектр получается? Ну, то есть, грубо говоря, это должно получиться, там, модули над этим спектром. Ну, тут, как бы, я могу сказать два замечания по этому поводу. Во-первых, я не уверен, что это то, что нужно делать, потому что, насколько я понимаю, категория чистых гвардизмотивов не является подкатегорией в MGL-модулях или является? Я думаю, является. Не уверен, что это где-то записано, но обычно все так устроено. Ну, в смысле, как с группами ZO, мне кажется, в смысле, как с группами ZO-мотивы такие, они в DM-е лежат так, что-нибудь такое должно лежать внутри категории, которая построена. Сейчас, но для категории это вроде точно неверно. Мне кто-то это объяснил. Поэтому я не знаю. Но категория вроде ничем особо не хуже, чем MGL, потому что это все-таки в Ландивер точная и там еще теория. Поэтому я, в общем, неверен. Я, к сожалению, немножко плаваю в SH. Почему для категории неверно? Я не знаю. В смысле, я сейчас не могу тебе сказать, но вроде как мне несколько раз объясняли, что там производная категория это не так. Да. То есть DMK, она на самом деле такая же, как просто DM, да? Ну, может быть. В общем, она не такая же, как категория, там, как производная категория методика мотивов в духе Панина или Горкушина. В общем, мне там многое непонятно и я сам, наверное, не очень могу понять пока. Я хотел сказать, что... Да, и это одно замечание было, потому что сказал, второе замечание, что, конечно же, надо брать не предел, вот такой диаграммой двух трелок, а там надо брать симптициальную такую всю башню и считать у нее предел. Ну, вот сейчас как бы башня два предела. Ну, ну, сейчас мы будем два предела считать и ты, как бы, там будет понятно, что там, что это просто типа схемы Чеха там симптициальные есть некоторая. И, естественно, в SH нужно все брать. И, ну, ну, может быть, там пол где-то считали, я не знаю. Я хотел сказать по поводу маршизмом здесь, что не очень понятно, как геометрически описывать, то есть, это определение формулы, и у нас есть достаточно, у нас есть какое количество маршизмов между из XA в Y, но их, естественно, достаточно мало, чтобы порождать все эти группы. Что можно, в чем можно убедиться, например, я не знаю, P2 и P1, из P2 в P1 маршизмов. Не очень много. Вот. И я не знаю, как описывать здесь, геометрически описывать эти группы. Понятно, что можно какое-то определение типа фреймов взять, и, как бы, такие глобальные фреймы из XA в Y, они тоже дадут здесь какие-то элементы. Но я не очень понимаю, насколько таких элементов много, и, опять же, наверное, тоже они все не порождают. Я не знаю, я вообще не специалист фрейма, я посмотрел на некоторых пределения, и там видно, что они тоже дают здесь соответствия нужные. Но, наверное, немножко странно, что с рациональным коэффициентом, чтобы с рациональным коэффициентом какие-то такие глобальные фреймы продавали группу джоу. В общем, я не знаю, но, в общем, такой вопрос тоже, на котором имеет смысл подумать, возможно, относительно этой категории. Ну и, естественно, эта связь с фреймами, она, наверное, должна приснить связь с SH, про которую Луш спрашивает. Вот. Ну вот, кто такие теории, кто очень обзывается в теории, категории, они, конечно, очень пунктует, когда ты им говоришь, что давайте мы будем считать предел диаграммы категории, потому что они говорят, а что это за фигня вообще предел диаграмм категории. Если вы в этой диаграмме чего-то замените на эквивалентную категорию, то там предел поменяется, нужно считать два предела, и давайте их считать два предела. Скажем так, ловко по той делам, потому что мы считаем два предела. Что такое два предел давайте очень кратко скажу что это такое два предела это понятие который живет в два категориях и это же самое понятие поделала только мы разрешаем в диаграммах им быть тригониками и коммутативными коммутативными с точностью до некоторого изомортизма вот ну они есть и конечно изомортизма в этих тригониках они должны удовлетворять некоторым сложному сотну несложному некоторым соотношению которые они будут выписывать может быть и буду например если у вас есть два тригоника здесь которые коммутативной с точностью до маркетов к силу кси в есть еще на заднем плане третий треугольник которые коммутативной с точностью до композиции некоторого маркетинга соответствующих композиции вот этих стрелок то между ними должно выполняться вот такое соотношение вот и как бы в диаграмме которые из всевозможных из из объектов которые мы хотим считать два пределами в диаграмму должны быть должны быть выбраны вот эти изомортизма и должны быть удовлетворять вот такие соотношения но естественно нужно выбрать универсальный такой объект который удовлетворяет этим свойствам и это будет называться два предела в категории множество считать переделы очень легко и два предела в категории категории тоже считать очень легко просто можно взять искать что такое два предела конкретно диаграмма и конкретного фунтера f из диаграмма из категории и категории в категории давайте считать что f такой настоящий фунтер поэтому он дает все строго коммутативные треугольники ну и можно посчитать что два предела этого фунтера состоит из таких данных объект здесь это по объекту в каждом в каждой из категорий f от и и по изомортизму между двумя такими объектами если у нас был объект xj f от y и потом была какая-то стрелка и мы можем этот объект перевести в f от и и мы должны выбрать здесь изомортизм между этими объектами и этот изомортизм должен одCC а uhm крупlev ou с левым композицией которая не стала описывать которые несложно выбирать там даже не особо много выбора то есть если мы считали передел в категории множеств то здесь вместо этих изомортизм их поставим вы просто равенства мы считаем два поделка темой клегории вместо из нахи в место равен стоит на кризон которое должно удовлетворять каким-то естественным соотношениям. Ну и морфизм между такими объектами, они определяются очень просто, что это морфизм между объектами X и Y, которые коммутируются со всеми вот этими стрелками. В общем, два предела считают несложные в теории категории, в категории категории, и давайте его посчитаем. И предел вот этой диаграммы, два предела, будет называться категорией Ландебер и Куэринг-Нахматик. Леман, который, опять же, не буду доказывать, состоит в том, что здесь, опять же, можно свести все впечатление некоторой небольшой диаграммы. А именно, вот у нас эта часть уже была раньше, а здесь нужно написать еще один формальный групповой закон и еще три стрелки. Можно явно описать, что это за морфизмы здесь, и какие тут надо быть из морфизма. Я даже это сделал, но давайте вместо того, чтобы смотреть на формулу, я лучше объясню, откуда это берется. Это берется из того, что из морфизма формальный групповых законов, это как бы морфизм колец над стеком формальной группы. Можно про это так думать. И когда мы у нас морфизм над стеком, это означает, что мы уже работаем в некоторые два категории стеком. И там есть некоторые два стрелки. Например, вот у нас есть такой квадрат, здесь, вот я его переписал сюда. Он расслойный квадрат. Здесь вот есть каноническое вложение кольца Лазер сюда, здесь есть другое отображение, которое уже появлялось раньше. И они задают два формальных групповых закона над этим кольцом. Это отображение и это. Но эти два формальных групповых закона изоморфны, потому что вот эта диаграмма коммутативная. И они изоморфны в точности благодаря ряду гамма, который тоже появлялся выше. Ну и мы начинаем со стеком формальных групп. Он покрывается кольцом, спектром кольца Лазера. Мы можем считать тут расслойные произведения. Вот мы посчитали раз, другой, третий. Можем до кубы так это все довести. И вот здесь появится как раз спектр ЛББ'', который фигурирует тут. Ну и дальше нужно выбрать на нем формальный групповой закон, то есть выбрать координату. Из этого схемы, конечно, есть канонический морфизм спектра формальных групп. Но в спектре кольца Лазера тут есть три разных морфизма, которые дают три разных формальных групповых законы. И вот нужно выбрать, во-первых, какой-то один куб, с которым мы работаем. Нужно выбрать какой-то один формальный групповой закон, связанный с морфизмом спектр ЛБ. И дальше все остальные изоморфизмы считать относительно этих выборов. И вот если мы какие-то выборы сделаем, естественно, и достаточно, что здесь у нас все эти формальные групповые законы, они на самом деле из некоторого тавтологического вложения кольца Лазера сюда приходят. То это приведет с неизбежностью к тому, что остальные, к тому, что эти стелки будут устроены не совсем террориальным образом. Тут будут некоторые морфизмы, которые надо вычислить, исходя из этого куба. И будут некоторые изоморфизмы между соответствующими формальными групповыми законами. Я надеюсь, что примерно понятно, откуда это берется. Детали, я думаю, что нет времени вдаваться и не очень понятно, зачем. Вот, в общем, можно такую диаграмму написать, и она будет как бы двое, инициальный в fGL. И поэтому, чтобы посчитать два предела всей диаграммы, можно писать два предела вот этой диаграммы. Давайте мы соответствующий фунтер здесь обозначим как f1, f2, g2, 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 g1, g3. И я уже объяснил, как считать, ну, я дал общий рецепт, как считать два предела в теории категории. Этот рецепт с точностью для некоторых упрощения дает следующее, что объект два предела – это объект здесь, плюс изоморфизм объекта. Оба за этого объекта здесь относительно первого фунтера, здесь относительно второго фунтера. Но этот изоморфизм должен удовлетворять некоторым условиям кат-цикла, связанным с этими тремя фунтерами. То есть, на самом деле, то, что нужно было сделать, это сказать, у нас есть объект здесь, объект здесь, объект здесь. Есть изоморфизм там вот этого, f1 от этого с этим, f2 от этого с этим и так далее, и так далее, и так далее. Но потом все эти, поскольку есть эти изоморфизмы, то все объекты здесь, объекты здесь можно выкинуть. если их выкинуть то что останется останется это вот это условие к циклу ну и морфизма между этими объектами это морфизма значит объектов здесь так что так что ф1 фи и ф2 фи коммутируют с точностью до вот этих вот мы посчитали два предела в общем ничего страшного не произошло ну я тут немножко когда выписал условия к циклу замял то что между этими фунтерами там есть куча всяких соотношений как бы приходящих из этого куба если хотите из того что мы фактически берем спектр л спектр кальзаладара и смотрим на симптициальную схему чаха вот этого морфизма там в частности композиции вот этих фунтеров будет в точности равна композиции вот этих двух пунктов и так далее поэтому можно написать вот такую равенство окей ну первое простое приложение которое можно даже доказать что так категория инвариантных мотивов которые мы до этого обсуждали нам вкладывается это строго полная подкатегория в этой категории к вариантам то есть она содержит то есть если мы интересуемся здесь подкатегории которая содержит мотивы всех кладки противного многообразия их двойственные они все лежат здесь то что мы уже как бы посчитали почему это так что такое инвариантный мотив теперь с точки что это что за фунтер из инвариантного мотива повариантный мотив но в инвариантном мотиве фактически у нас f1 от m равно f2 от m и вот этот гамма который должен доставать нас если морфизм здесь он выбран дождественным если мы выбираем его дождественным то морфизма между двумя мотивами он будет это морфизма в кабардизм мотивов такой что f1 фи равен 2 от фи это в точности то определение которое у нас было до этого поэтому верность это приложение вот значит там в общем из каких-то общих соображений или явно можно объяснить что вот это получившаяся категория на моноидальная более того она в карте карт объект по-прежнему имеет двойственные поэтому когда мы здесь добавляли двойственные может быть это неочевидно мы по-прежнему живем в этой категории она моноидальная там каждый объект или двойственный что еще можно сказать очень интересно про него как мне кажется за то что на ней есть некоторые нетривиальная точная структура в отличие от категории н вариантов мотив значит на категории кабардизм мотивов есть тривиальная точная структура реально точная структура это там где мы говорим что у нас последовательность точная если она расщепимы вот и утверждается что можно в ком-то смысле просто взять полбэк этой точность структуры на эквариантные мотивы и получится точная структура то есть что это значит что мы объявляем некоторую тройку квиранных мотивов точный если ее область в категории кабардизм мотивов является расщепимой точной последовательностью такое определение точно что нужно проверять ну нужно проверить например давайте поставить там какие-то свойства проверить что будет точная структура возможно не самое очевидное то что если у нас есть точная последовательность и любой морфизм то мы можем взять пушаут вот здесь вот и получится вот такая точная последовательность в частности этот пушаут должен существовать для простоты обозначений для того чтобы поставить этот пушаут давайте считать что у нас тут все варианты и там нет никаких гаммах все понятно будет видно что их можно записать значит о чем тогда и речь мы знаем что как мы кабардизм мотив то что стоит здесь она он просто расщепляется как м плюс к соответственно то что должно здесь стоять мы тоже знаем что это должно быть т плюс к поэтому задача построения этого пушаута состоит задача построения вот этого кацинка кацикла гамма цикла не станет изморфизма гамма так чтобы делать здесь все пунктативно но и в общем несложно построить этого значит мы знаем что у нас есть течение s и сигму которые не являются в данном случае инвариантными сечениями они живут в категории кабардизм мотивов но не в категории и нам нужно чтобы делать теорема координативной поставить грамму и поставить здесь вот некоторый морфизм из рена сюда ну давайте мы здесь выбрали это сечение s мы можем написать в качестве морфизма из рена сюда композицию альфа сэс и канонический морфизм из пена к соответствующей п и этот морфизм должен быть морфизмом эквавариантных мотивов поэтому должно быть должен быть вот такой квадрат комнотип должен чего такой квадрат комнотип в общем отсюда понятно что в качестве гамма в качестве гамма ну что за следующий из f1t в ф2t нужно задать естественно тождественное отображение ну поскольку ты у нас инвариантный мотив у нас там есть тождественное из f1k в ф2k тоже тождественное из f1t в ф2k нужно задать нулевое отображение и то что нужно задать нетривиальное отображение из f1k в ф2t какое такое отображение как же его задать ну его нужно задать используя второе сечение сигму у нас есть в ф1k в ф1t здесь тождественное из-за стоят и поскольку сигму не инвариантно то это значит два разных морфизма их разность несложно проверить что она попадает в ф2m ну и потому что сигма это сечение к инвариантному морфизму и тогда мы получаем морфизм с f1k в ф2m и из-за ф2m в ф2t у нас есть анонимический морфизм проходящий из альфа вот его надо взять в качестве морфизма f1k в ф2t ну и поскольку здесь там треугольная матрица отображение то очевидно это будет из-за морфизма и нужно еще проверить условия экоцикла для построенного ну конечно я не буду сейчас это я не стал это выписывать проверять я думаю так много где-то вот но в общем это пример того как стоить пушауты и в общем суть том что сколько как бы такая псевдотривиальная точная структура и то мы строим практически не новые объекты а только вот такие изоморфизма и их надо строить из тех которые даны более того может быть и это доказательство вам напомнило о том как вообще вычисляют экст-группы каких-нибудь когда не знаю когда начинают изучать коэкс группы мы хотим считать что что такое чем пассифицируются такие расширения для этого мы выбираем сечения здесь множеств и дальше смотрим почему новое сечение как множество но не сечение двух групп и и мы с плотами тут мы взаимодействуем операции сложения здесь у нас вместо этого забывающего функтора множества нас забывающий футер в категорию кабардизм мотивов где эта штука расщепляется и мы вам смотреть на то насколько этот морфизм не является инвариантным там или вариантом то что мы здесь делаем и как бы разница на то насколько он не является инвариантным или квавариантным встает нам вот морфизм отсюда сюда или группа дает какой-то скрещенный морфизм отсюда сюда или что-то такое в общем я хочу сказать что возможно я как-то напротив объяснил что эти экст-группы в каком-то смысле можно посчитать там ничего сложного не происходит например первой экст-группы между двумя такими объектами это морфизмами из футер в один церковь твака удовлетворяющие которым явно выписанным условиям к цикла чтобы там все склеилось и по модулю отображений из церковь точнее их дифференциалов эти эти отображения заходи церковь тока ну и можно писать хотя я еще не написал формулы для старших их слов и в принципе для каких-то мотивов для которых вы знаете как устой на кабардизма вот этот морфизм дает да это значит материнск бандеров лежит в кабардизмах с коэффициентами b а так как бы произведение c и к если вы знаете такие узнаете что такие группы для вас в принципе вы можете посчитать группы экстов и группы высших вот так что мне кажется интересно что на этой категории источная структура можно считать всякие расширения откуда берутся примеры таких расширений буквально парочку как бы геометрических если у вас есть морфизм многообразий который если у вас есть морфизм инвариантных мотивов которые расширяются в категории кабардизма мотивов или например например этот морфизм может быть морфизм многообразий то у него можно посчитать коэдро который не обязательно будет и получить такую точную последовательность ну и налогично для ядра расщепимого морфизма мотивов тоже можно такое сделать ну в частности можно применить это к проективному пространству и у нас мотив проективного пространства мы уже обсуждали что практически не разложим там отщепляется только мотив точки но тем не менее он раскладывается на коня конечно как бы раскладывается на одномерные слагаемые последовательной приклейкой некоторых типов мотивов тейта которые надо только вычислить я здесь не вычислил то есть на каждом шаге будет клеиваться что-то ну или например если у вас есть векторное расслоение на многобазе с фильтрацией то можно разложить мотив проективизации от векторного расслоения и посчитать как бы из каких кусков он склеен и наверное должно быть это можно возможно ей так как я не взорвался возможно это можно сделать непроизводным векторным расстоянием но я что-то не до конца уверен или еще один пример такой тоже геометрический это пример раздутия и если мы раздули на газе x замкну под ноговая оси z получила такую диаграмму и исключительный дивизор имеющий вот такой вид то во первых поскольку у нас есть есть объективное расслоение то давайте мы от него отщепим как бы мотив z мы не отщепим а напишем пример такую точную последовательность у нас есть морфизмотив сюда который обратил мотив конечно расщепляется но здесь я не верю что он всегда расщепляется хотя я не знаю примерок но так или иначе можно определить его как бы ядро как приведенный мотив вот этого поективного расслоения и тогда посмотрите уже на вот эти стенки совсем несложно проверить что вот этот вот этот значит морфизма он приходит из вот этого морфизма геометрического и со всеми должен проверить что кабардизм мотивов вот эта штука является расщепима точно последовательность мотивов поэтому мы получили некоторую точную последовательность связанную с раздутием и она конечно будет всегда расщепима это такие примеры несложно придумать вот такую гипотезу я бы хотел сформулировать которая я не пока не понимаю я сказал вначале что это раз докладом на самом деле ваш пути чуть-чуть поспешил с этим как есть и надо было немножко больше доделать чем рассказывать но вот есть например такая гипотеза и я например пока не понимаю простой это утверждение или сложно у нас есть куча разложений мотиву джоу например там разложение мотива квадрике фистера на мотивы роста и вот не совсем понятно и можно ли поднимать такие разложения все до каких-то фильтрации на квадратных мотивах фильтрации в смысле того что есть такие вот склейки источник последовательности ну естественно гипотеза что все можно так сделать и возможно что это наши простой вопрос но я чего-то пока не разорвался с ним оставлю это видит такой гипотезы маленькой а вот ну там для квадрики ты давно там у тебя была инвариантно на на два куска раскладывалась да нет как ты понимаешь что тут она разложится я думаю что честно для нечетным вот есть как вот этот первый трюк то что можно точно делать что если у тебя есть морфизм и гавази который дает там в общем хорошо для допустим для квадрике я точно так сказать на словах не могу но для квадрике я уверен что это можно сделать ну ну хорошо то есть на простейших примерах вроде сходятся но это чего я точно не знаю это насчет мотива роста каких-то таких примеров я не понимаю возможно какое-то формальное утверждение это возможно это совсем не гипотеза просто то что надо сесть и объяснить как проектору поднимать по реальному обзору вот что я еще хотел сказать собственно последняя картинка тут ничего особо дополнительного мотив что просто есть фильтрация так что к ядра это после отображения в группу категорию джоу становится тем чем ты хочешь ну да но есть одни одни имеется ввиду что понимаешь что это твой морфиза источная структура да 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 это то что получается ну да нет автоматически там будет то есть я то есть правильно понимаешь так просто разложение в прямую сумму заменяешь как бы на вот разложению по точным последовательности но и теоретически так сказать насколько я понимаю задумку но вот как раз просто не инвариантные мотивы должны разложиться в какие-то куски вместе с запоминанием того как бы почему они не инвариантные какие-то в них до что они подкручены абсолютно так да последнее что я хотел сказать это что функтор реализации этика модули он конечно продолжается до как бы мотивов ну может быть способ один способ понять это что заметить что вот эти команды это все-таки какие-то козик и кучки то у нас таки формально но это значит по определению что это два поделами которые такой диаграммы когда приходящий с того же самого куба вот эти условия к циклу на дамы которые здесь они и и дадут условия данных спуска относительно этой диаграммы и соответственно дадут структуру к модуля носить на этого гибридов вот но и конечно не сложно совсем убедить что этот функтор он точный здесь на сабелевую категорию поэтому понятно к этому точно структуру и такое опять же направление по которым надо подумать я еще не успел это как связаны иксты вот в этой категории вариантных мотивов с икстами в категории модулей например между объектами тейта но здесь нужно еще объяснить что это за объект тейт ну какие то поскольку фунтер точно то у нас будет такое отображение то что стоит здесь это на самом деле некоторые группы которые появляются на втором листе спекталке адамс нобикова и в общем то интересует аполков то что стоит здесь это некоторая группа которая ну имеет относительно геометрический смысл этих расширений вариантов мотивов я никаких гипотез по это отображение не готов сказывать но мне кажется интересно на него посмотреть вот но это собственно все что рассказать даже у меня такой очень наивный вопрос который вызван чисто внешним видом того что написано а вот это вот буква и она не может быть как-то связано со сдвигами к и м есть какое-то соотношение на и к и м нету тут и здесь эти две буквы можешь подкручивать одинаковым аббасом правильно потом ты можешь компонировать их и компонировать тексты и тогда у тебя будет там соответственно структуралов алгеба бикадуэрона если ты возьмешь все вместе эти группы то там будет это не то что ты спрашиваешь но я имею ввиду да что вот мы можем подкручивать как-то согласованно к и м а можем ли мы как-то еще и согласованно с чем-то подкручивать ну чё ты я или нет в каком-то смысле если я не знаю тебе это не сильно помогает если с мотивом термоматографе проводить аналогию то к и м это сдвиги как бы на p1 а и это сдвиг на 8 специальный это же хома там производной категории между сдвинутыми штуками ну да хорошо то может быть понятно тогда почему это разная судьи спасибо . это связь может то есть но не вообще эти группы они должны как бы расти с и мне кажется например если у тебя чем и как-то может быть связано с к минус м если там кто-то больше кого-то может быть это да 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 там назначение да конечно в общем вот такая вот категории любые предложения о том какие можно придумать приложение этого всего они приветствуются конечно Интересно, а какое-нибудь разложение, там есть все-таки хоть какое-нибудь нетривиальное, чего-нибудь? Что прямо разложилось? Раз проективное пространство не разложится, надеяться особо не за что. Нет, но наоборот, может быть, когда касательно расстояния триверальные, что-то такое. Да, наверное, я так исходно не знаю. Опять же, если пытаться все-таки сравнивать с тем, чтобы ее вложить в какой-нибудь SSH, то если бы там было какое-нибудь неинтриверное разложение, то она бы, конечно, не вложилась туда. Потому что у Саши особо не только расстояние разложение. Единственный нормальный способ проверять отсутствие разложения, это смотреть на реализацию. Поэтому надо сначала придумать такое многообразие, на котором в когмологиях операции Лаверновиков как-то расложились на два К-модуля. Да, если бы про какие-то клеточные, у которых все там до какой-то степени порождено классом Мичерна, то, в общем, мало порядка. Я, кстати, не услышал вопросов, какие-то первые были связи. Можешь повторить? Я ничего не слышу. Да, я тоже не слышу, перебоев не слышал, сейчас не слышу. А я попробую спросить, а нельзя ли то же самое как-то в топологии штуку попробовать применить и что-то определить? Ну да, хороший вопрос. Получительно, что-нибудь попроще получилось. Я думаю, что получится сложнее, но… Почему сложнее? Ну… Не, но здесь хотя бы преимущество того, что здесь получилось, оно в каком-то смысле до какой-то степени вычислимо. Все-таки, если вы умеете считать кабардизмы от чего-нибудь, ну, например, даже видите отказочные, наверное, это может быть интересно посчитать всевозможные эксты, которые тут есть. То здесь понятно, что это все можно вычислить на компьютере, условно говоря. То есть… А что там можно посчитать… Определить VSH? Наверное, что там можно, наверное, и стоит попробовать определить, но вопрос в том, можно ли будет… Нет, нет, в смысле VSH. Я имею в виду в топологическом, вместо там… Топологическое, не знаю, какие-нибудь там компактные многообразия, что-нибудь ватки, может… Ну, что там может быть… А, понятно, да, я понял. Да, действительно. В VSH. Да, да, наверное, да. Это разумный вопрос перед тем, как VSH делать. Да, наверное, надо так подумать. Но, наверное, нам все-таки получится что-то типа комодулей над… Ну, как обычно… Ну, такая наивная, естественная гипотеза, да, что если у нас, когда мы хотим определить, не знаю, мотивы в топологии, у нас получается производная, как типа, реабилевая группа или абилевая группа, то, когда мы здесь что-то делаем, то мы получим просто вот этот кутикоид. Ну, надо подумать. Ну, да, может быть, какие-нибудь повреды, да. А как эта категория связана с M-U модулями? М-U в смысле спектра… М-U в смысле спектра… М-U в смысле спектра… М-U в смысле спектра, но да, совсем не то должно быть. Да. Ну, ты понял, да, что там можно эту самую написать последовательность? Симплициальную такую… Да, да. М-У в смысле… М-У в смысле короткая довольно… Собственно, это то, что используется, наверно, для каких-то постояней спектролки Адамса Новикова. хочется до сказать что может быть в результате получается такая штука что-то берется саш ты там может царят спектра по там самого ну так возьми она может быть не сходится точно не всегда сходится но надо взять то для чего она сходится какие-нибудь там в каком-нибудь смысле мжэль полный спектр в общем какое-нибудь выполнение относительно мжэль ну и взять то что там порождается проективным многообразием но оно действительно вроде должно убить если я правильно понимаю вообще эндоморфизма точки мы должны сделать сделать нет у тебя есть отображение язык савыгрек как многообразие да конечно есть кубок в твоей категории шваров есть нет то есть он будет подкручен там есть как бы относительно нормальное расстояние ну да то есть это не ориентированная конечно штука такие пашфороды и VSH тоже есть конечно ну да есть за двойственностью все то же самое нет ну как бы мне интересно можно ли это сделать VSH но я как бы совсем не специалист и интересно что такое описание через предел ориентированных теорий спасибо очень интересно да еще какие-нибудь вопросы за